Привет! В видео о покупках я вам покажу последние свои приобретения. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Я очень хотела попробовать от Cisley крем, который предназначен для губ и области вокруг глаз, потому что слышала на него хорошие отзывы. Я его приобрела. Крем выглядит вот так, объем 15 миллилитров. Визуально в коробочке, да и сам по себе, он обманчиво напоминает формат стандартного крема для лица. В комплекте идет лопаточка, которая тяжело набирать небольшое количество продукта. Крем кажется густым. Не могу сказать, что он по ощущениям жирный и плотный, потому что при нанесении его съедает кожа, при этом оставляя кожу увлажненной с небольшим ощущением присутствия крема. Мгновенно разглаживает поверхность губ, убирает темные круги. После длительного использования обещают улучшение цвета, упругости и эластичности кожи, а также устранение темных кругов. Наносить его можно непосредственно под макияж. Несмотря на то, что это насыщенный по составу крем, он действительно комфортен утром. Я не чувствую тяжеления, жирности, при этом темные круги исчезают и кожа увлажнена. Вот такое мое первое впечатление. Далее у меня были покупки в Dior. Я купила вот такой вот карандашик для бровей. Очень странные оттенки у них. Я взяла себе в оттенки блонд. Я здесь перепутала колпачки, я просто уже им пользовалась. И также с ним идет вот такая точилка. Карандаш отдает много цвета, можно буквально парой штрихов заполнить брови. Цвет посветовал консультант. Оттенок коричневый совсем немного есть рожены. Хоть в его названии блонд, я бы не сказала, что он светлый. Даже для меня он темноват, если порисовывать более интенсивно. Достаточно легкого нажатия. Его формула не позволяет фиксировать брови. Я использую его только в паре с гелем для бровей. Приобрела вот такую помаду. Она как бальзам. Вот такой вот у нее красивый оттенок. У помады тонкий стик. Логотип исчез после первого использования. Запах сильный, даже не знаю, пока нравится он мне или нет. Помада бальзам. Ухаживает за губами, придает легкий блеск и оттенок. Без шиммера. Хорошая помада, комфортная. На каждый день идеально подходит. После того, как стирается, оставляет легкий пигмент. Также я купила вот такую помаду гибрид. 479 оттенки. Так он выглядит. Мне нравится упаковка и запах этих помад. По свойству они сочетают в себе насыщенность цвета губной помады и глянцевый финиш блеска. При этом отсутствует липкость. Очень летний и яркий оттенок. Комфортный в нанесении и носке. Стойкость хорошая, только если ничего не пить и не есть. Иначе он сразу исчезает с губ. Аппликатором легко прорисовывать четкую линию контура. Наношу в один слой, так как если наслаивать, он не ляжет ровно. Вот так эта помада блеск выглядит на губах. И лак для ногтей. В принципе, он немного похож на тот, что у меня сейчас на ногтях. Но более яркий. Мне понравился очень цвет. У лаков Диор моя любимая форма кисточки. Плоская и широкая. Плюс слегка закругленный кончик. Супер легкое нанесение. Это очень яркий цвет. Камера не передает его до конца. Выглядит намного спокойнее, чем на самом деле. Но я покажу вам его на ногтях при разном освещении. Также я приобрела вот такую базу от Guerlain. Я очень хотела попробовать, потому что видела на нее тоже хороший отзыв. Вот так она выглядит. Она с золотыми частичками. И у нее идет дозатор. Тоже покажу вам ее поближе. Очень деликатно смотрится на лице. Можно подумать, что ее и нет. Как будто никакую базу и не наносили на кожу. Гелевая текстура с золотыми частичками, которые на лице совсем не видны. Создает такое невидимое покрытие. Вместе с тональным средством делает кожу более ровной, сияющей порой не совсем, но менее заметной. Хотя силиконовые вещества я не чувствую вообще. По ощущениям база не жирная. Рука постоянно тянется воспользоваться ей, потому что ее текстура и, конечно же, запах очень приятны. Также из средств для бровей я купила вот такую тушь. Она тоже, по-моему, в оттенке блонд. Но я немножко не угадала с цветом. Я хотела что-то немного светлее своего оттенка бровей, но вышло совсем светло. И я им пользуюсь очень аккуратно, потому что эффект такой создается, как будто брови пепельного оттенка, как будто, как будто они седые. После неудачного опыта с тушью для ресниц от этой же линии канейба, я не хотела больше ничего пробовать. Но тушь для бровей оказалась очень даже неплохая. Удобная щеточка, но консистенция немного жидковата. С цветом я, конечно, не угадала, покажу вам его. Он для меня светлый, хотя тушью иногда пользуюсь. Но аккуратно. Мне кажется, этот оттенок очень хорошо подойдет светлым блондинкам. Вместе с цветом создает эффект геля, чуть влажные брови. Тушь не осыпается и ее легко наслаивать. Я купила лайнер от канейба медиа, который я искала. Выглядит он вот так, предназначен для бровей. Очень он легко рисует так, поэтому с ним сложно переборщить и создает натуральный эффект. Лайнером можно нарисовать очень тонкие линии, имитацию волосков. Он не отдает много цвета сразу, поэтому брови выглядят в итоге натурально, максимально естественно. От канейба медиа я купила также бальзам для губ. Он прозрачный. В нем вообще нет никаких блесток, ничего. И он достаточно липкий. Блеск находится в тубе со скошенным аппликатором. Он самый обычный, без шиммера, прозрачный. Тягучий, липкий, пахнет чем-то фруктовым. Дает эффект глянцевого блеска на губах. Он у меня используется самостоятельно или в паре с помадой. Это все были мои покупки. Спасибо вам большое за внимание. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. Пока!